Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Апт Александр Соломонович, доктор биологических наук, ведущий российский специалист в области экспериментальной иммуногенетики, заведующий лабораторией иммуногенетики Центрального научно-исследовательского института туберкулеза. С 1998 по 2000 годы был членом комиссии ВОЗ по разработке новых противотуберкулезных вакцин. Александр Апт – член Американского общества микробиологов, член редакционного совета, издаваемого в Эдинбурге журнала «Туберкулезис», автор более 70 статей в авторитетных отечественных и зарубежных журналах, профессор МГУ, преподает на кафедре иммунологии биологического факультета. Александр Апт в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте. Добрый день. Сегодняшний свой рассказ Александр Соломонович решил посвятить генетической восприимчивости к инфекционным заболеваниям. И в этом контексте мне показался интересным пример из мира животных. Мы же придерживаемся эволюционной теории, правильно? Да, мы же эволюционисты. Чёрные лебеди, цикнусатратус, в отличие от лебедей-шипунов, цикнусолор, и других водоплавающих птиц очень чувствительны к высокопатогенному гриппу птиц. Они прям как куры. Да, я даже слышал. Заражаются и через 2-3 дня умирают. Это сообщение со ссылкой на недавнюю публикацию в журнале Genome Biology передало агентство PCR News, наше русскоязычное агентство. Вот оказалось, что у чёрного лебедя по сравнению с белым лебедем-шипуном сокращены 39 семейств иммунных генов. То есть у них репертуар иммунного ответа более скудный, более бедный. И что ещё, судя по определённым молекулярно-генетическим маркерам, у него, у чёрного лебедя, плохая регуляция провоспалительного ответа. Я не знаю, насколько это в тему, подозреваю, что не совсем, потому что вы, очевидно, будете говорить о заболеваниях другого характера. Но этот пример мне показался интересным тем, что два близкородственных вида, прямо вот, одеты и одели, они казались столь различными, так серьёзно различным вот таким серьёзным геном, серьёзным вещам. Да, это, в общем, так и бывает, и с очень многими разными другими заболеваниями, в частности, с теми, где главный элемент патогенеза – это неконтролируемое воспаление. Там действительно часто хватает различий, ну, либо полиморфизма такого количественного, либо выключения всего одного гена для того, чтобы, в общем, случилась довольно большая беда по отношению к чувствительности, к многим возбудителям. И кое-что я даже, может быть, и покажу из того, что мы сами получали в экспериментах на мышах при туберкулёзной инфекции, поскольку это моя область. Вот. А я хотел говорить даже, может быть, ещё даже более широко о том, что есть такое, ну, довольно распространённое, его часто слышишь такое мнение, кстати, и медики его высказывали вполне часто, что иммунный ответ, он всегда целесообразен, потому что он для того и нужен, чтобы бороться с возбудителями инфекционных заболеваний, ну, не только, но и для этого. И поэтому нет смысла искать в случае инфекции какого-то там неэффективного иммунного ответа, он весь давно отобрался, он весь давно служит тому, чтобы защищать. Конечно, при этом за скобками остаются аутоиммунные заболевания, хотя это другое вроде бы, хотя не совсем. Вот. Но это рассуждение, вообще-то говоря, вполне некорректно. Позволю себе предложить вот несколько тезисов, в которых мы сегодня будем говорить. Вот. Они здесь в таком скучном, набранном просто виде, но так проще воспринимать. Дело в том, что иммунный ответ возник очень давно. Даже в том понимании, в котором мы... Я не имею в виду даже взаимодействие, скажем, бактерия-фак, которая вообще возникла тогда, когда... В общем, никто не знает, когда это возникло. Но даже в традиционном понимании иммунный ответ возник очень давно. И если считать, например, а трудно не считать после великого Мечникова, фагоцитоз элементом иммунного ответа, фагоцитоз возник как минимум до появления многоклеточности. Следовательно, миллиард лет ему на Земле есть, и он отбором не только что не убран, а он вполне... Отточен. Отточен. И фагоцитоз используется все очень широко. Значит, целый миллиард лет до появления многоклеточности возник механизм, который продолжает действовать. Что это может означать, когда он начинает действовать, ну, скажем так, на другом фоне? Это может приводить к довольно неожиданным последствиям, и об этом тоже будет кое-что сказано. Вот. Я... К тому, что отбор подхватывает, в общем, все то, что ему полезно на данный момент, но потом он очень плохо это забывает. И единожды оказавшаяся полезная реакция или каскад реакции могут застрять до такой степени, что привести их к своей противоположности. Да, они уже не полезны. Когда они уже не полезны. Но все дело в том, что они же происходят в самых разных обстоятельствах. Вот возник фагоцитоз и прекрасно. Потом еще и фагоциты дифференцировались. И помимо классического макрофага, в конце концов, гранулациты появились, которые тоже фагоцитируют, в первую очередь, нейтрофила. Потом возникли дендритные клетки, которые фагоцитируют, да еще и запускают адаптивный иммунитет. Это уже, так сказать, еще одна ипостась. Но вот представьте себе, есть такой стереотип. Если что-то попало внутрь организма, надо его прежде всего съесть. А дальше ведь иммунный ответ, как здесь, собственно, сказано, иммунность всем не знает, к чему приведет ее первая инстинктивная, если можно так выразиться, реакция. Но он съел и съел. А что дальше-то будет? И вот получается так, что и отказаться в эволюции от фагоцитоза никак нельзя, потому что с острыми инфекциями лучшей борьбы нет. Если врожденный иммунитет даст хорошие фагоцитозы, убийство того, что он проглотил, а адаптивный иммунитет еще добавит к этому эффективные антитела, то лучшего и желать не надо, все будет очень замечательно. Но ведь это сохраняется, и когда возникают болезни совсем другие. А именно, у многоклеточных, у которых очень сложно регулироваться не только на уровне клеток, но и на уровне тканей. И когда инфекции приобретают хронический характер, и когда вот эта вот первая реакция съела порядок, она, в общем, ей ничто не кончается, она продолжает работать. И тогда, вот тут в пункте 3 у меня перечислено, что если хроническая фаза неизбежна, по природе паразита и по его биологии, то тогда вот этот автоматический первый ход иммунной системы может оказаться очень и очень страшным для хозяина на более поздних фазах болезни. То есть любая болезнь начинается с какой-то, ну хотя бы с первичной острой фазы. Но потом-то все становится по-разному. И если, скажем, острая кишечная инфекция или острое респираторное заболевание, в общем, довольно быстро проходит, то что-нибудь вроде сифилиса или туберкулеза, или тем паче лепры, ведь может мучить человека даже без лечения чрезвычайно долго. И вот тогда оказывается, что иммунный ответ не только что нас не защищает, а он начинает действовать в такую сторону, которая нам не полезна. Потому что самому отбору совершенно безразлично, кого защищать, паразита или хозяина. Он действует на уровне популяции, на уровне индивида, он не действует. И популяция паразита, и популяция хозяина – это равноправные игроки в такой вот безразличной к ним среде. Знаете, это как совсем из другой области, когда Владов удивлялся беспристрастности Пушкина, у которого, так сказать, луна и жертва, и хищник. Это вот три компонента, которые равны между собой и так далее. И поэтому получается так, что инфекционных болезней чрезвычайно много. И вот, скажем, почему закрепляются такие вещи отбором? Потому что вот этот механизм полезен в одной ситуации, он вдруг может оказаться вредным в другой. Отказаться от него нельзя, потому что будет перевешивать один тип болезни, а если его применять, вот как он, как, собственно говоря, природа и делает, а применяете его автоматом, тогда мы можем столкнуться с тяжелыми последствиями, потому что все это упирается в самый большой предмет, который обсуждают сейчас все серьезные мыслители биологи, это неконтролируемое воспаление. От, там, Руслана Меджи, от Руслана Меджетов. До чиновников Роспотребнадзора. До чиновников Роспотребнадзора, абсолютно точно. Это, в общем-то, совсем не смешно, потому что это чистая правда. И я-то как раз имею дело с заболеванием больше всего, с неверкулезом, где тоже цитокиновый шторм и неконтролируемое воспаление приводит к тому, о чем, в общем, осведомлена вполне широкая публика. Каверна в легких образуется, дырки. И ткань разрушается. И проиллюстрировать вот это вот, что не нужно думать, что природа сама обо всем позаботилась, и она делает все правильно, это совершенно не так. Природа делает все. Вот так она устроена. Ей вправо, влево, она ходит куда попало. Если не получилось, у нее же нет цели. И время ее не ограничивает, собственно говоря. Поэтому получается некоторые неожиданные вещи, которые влияют прямым образом на наше здоровье. Ну и вот, в частности, хотел показать, значит, самую, ну, не простейшую схему, как мы защищаемся. Ну, это совсем элементарная схема из учебника. У нас есть физиологические, анатомические барьеры, кожа, ресничные эпители, гелий, ПАЖ, желудка. То есть на границах, где мы сталкиваемся с внешним миром, у нас довольно много всего для того, чтобы первично защититься от того, что в этом мире нам может попасться. Ну, естественно, лизоцин, естественно, слюна, там и многое другое. Что если это все интактно, мы все-таки имеем оболочку, которая нас защищает. Дальше у нас есть слой, который называется врожденным иммунитетом, и куда входят фагоциты, разные, о которых уже немножко было сказано выше. Вот. И есть факторы растворимые. Ну, в основном это белки и пептиды разные, маленькие сравнительно. Это, в общем, это антимикробные пептиды, которые вырабатывают с разными клетками организма. Это, вот, ну, циреактивный белок, там, известный всем, который вполне не специфический. Это рецепторы, которые связывают монозные окончания на клетках возбудителей. То есть, у нас довольно большой набор клеток, которые врожденные автоматически, вот в этом, в этом, собственно, загвоздка. Они работают автоматически и на все. На все. И есть адаптивный иммунитет, который, конечно, он уже тонок, он уже подстроен, двухуровневый, значит, оклеточный и боклеточный. И здесь он на уровне клеток, а здесь он гуморальный, на уровне антител. Значит, вот здесь вот, вот здесь вот лежит, это вот заковыка неконтролируемого воспаления и очень серьезных побочных эффектов того, что пошло первым в ход при борьбе с патогеном. Ну, вот, значит, вот пример с знаменитыми толподобными рецепторами, которые изучают уже вот, ну, последние лет около 30 и литературу. Это вот Минджитов, по-моему, открыл. Ну, он открыл их не Минджитов, открыли их трое Нобелевских лауреатов. но он работал в этой лаборатории. Он не просто, он нет, он работал, к сожалению, для него, он работал в другой лаборатории. Вот, его шеф Чарли Джейнвей умер к этому моменту, а покойникам Нобелевскую не дают. А Руслана задвинули, вообще говоря, он сделал вполне, вполне достаточно, чтобы ее получить. Ну, это, в общем, это пример рецепторов, с чем они соединяются, что они видят. Они видят исключительно то, чего не бывает у высших позвоночных животных. Один видит липопротеины с триоциллированным концом, другой видит липопротеины с диоциллированным концом. Флагелин жгутиков, возбудителей, в частности, сальмонелл, значит, вот распознают флагелин. Значит, обогащен цитозин, гуаназин, богатую ДНК, которая очень часто встречается у очень многих микробов, да. Классический микробный грамм положительных бактерий, фактор вирулентности, липполисахарид, для которого есть специальный даже тулорецептор 4, вот, и двуцепочную РНК, которую мы не умеем делать, так сказать, так, как ее делают микробы. Ну, тоже мы не умеем, умеем, но по-другому. Вот есть такой набор рецепторов, который будет реагировать. Если это появится в организме, немедленно произойдет активация тех клеток, которые его узнали. К чему это приведет? Ну, например, вот если взять и отравить, ну, грубо говоря, мышей ЛПС, это эндотоксид, он, конечно, сам по себе очень токсичен, но можно дать его в дозах таких, когда он будет вызывать очень тяжелую системную воспалительную реакцию, примерно как пресепсис, ну, похожую. У мышей, у которых есть вот этот тол, толар-4, тол-подобный рецептор-4, а если дать в той же дозе мыши, у которой нокаутирован ген для этого рецептора, она его не заметит вообще. То есть, это яд, который действует в малой дозе, действует только на тех хозяев, которые его чересчур эффективно распознали, потому что он запускает реакции все этого, все того же пресловутого стокинового шторма и переактивации клеток. И вот эта система, она не одна. Есть внутриклеточные нод-подобные рецепторы, которые тоже внутри клетки. Это наружные рецепторы на мембране. Внутриклеточные чувствуют то, что происходит внутри, и в частности вот этот вот как раз тоже чувствует то, что внутри. Поскольку двуцепочная РНК при вирусных заболеваниях это все-таки внутриклеточный процесс, пока он снаружи, он использует другие механизмы, чтобы войти в клетку. Вот. А к чему это приводит на таком, так сказать, ну, в реальном мире при реальной инфекции, можно показать. Вон ты, есть такая клеточка нейтрофила, моя любимая, потому что роль, отрицательную роль нейтрофила про туберкулеза показали впервые в моей лаборатории. Это самая цитируемая работа, которая вышла у меня за всю научную жизнь. Значит, я привожу два списка. Чем нейтрофил полезен и чем он может быть вреден. Значит, нейтрофилов полно в крови. Они очень быстро мигрируют к чугу воспаления. Попробуйте вспомнить, как любой вас, скажем, занозу себе засаживал и через полдня там образовывался нечто фурункул, полный погибшим нейтрофилами. Уже погибшим. Они прекрасные фагоциты, они очень хорошо фагоцитируют возбудители. И у них есть гранулы, вот даже на этом увеличенном рисунке клетки видно, что все внутри сплошных гранулах. Эти гранулы содержат кучу разных белковых и пептидных факторов, которые просто напрямую убивают бактерии. Это могут быть и активные молекулы азота и кислорода, это низкомолекулярные, это могут быть гранзимы, дефенсины, множество всяких пептидов, которые могут убить возбудителей. Это очень хорошо. Но это противоположное свойство нитропилов. У них куча протеаз разных классов в тех же гранулах. Они, когда происходит догрануляция, когда они вступили в взаимодействие с паразитом, эти гранулы начинают раскрываться и выбрасывать наружу огромное количество протеаз. Естественно, протеазы не безразличные вещи, они же щепят белки, которые везде. Эти клетки очень недолговечны и очень быстро уходят в некроз. Они умеют уходить в другие формы клеточной гибели, в аптоз, скажем, который был бы полезен хозяину, как мы теперь уже знаем. Но огромная их часть из-за того, что они набиты активными молекулами, уходят в некроз. А некроз это дополнительный фактор в широком смысле клеточного стресса. Потому что слишком много всякой дряни начинает плавать вокруг. Кроме того, это пример уже из моей жизни научной, они с некоторыми патогенами просто не справляются. Они очень плохо убивают микобактерии туберкулеза. Они прекрасно поглощают, но если может так вырастить, сами не знают зачем, потому что убить они их не могут. Там клеточная стенка очень тяжелая, серьезная, у них не хватает мощи для их переваривания, а получается, что она попадает от бактерий внутренней нейтрофилы, и на какое-то, по крайней мере, время, она экранирована от других фагоцитов. Невидимая, да. Да. Вот. Ну, и кроме того, если он ее не убил, а он ее поглотил, а эта клетка, которая прекрасно циркулирует и уходит в ткани, это же диссеминация. Вот. И даже показан сейчас механизм, который назван эфероцитозом, когда макрофаги поглощают нейтрофилы, набитые, например, теми же микобактериями туберкулезом. И таким образом образуется новый очаг инфекции, с одной стороны. Да, хорошо, что макрофаг съел, макрофаг, может быть, исправится, но он живет тоже подвижная клетка, это же все амебоидное, это все ползающее. Раз, и возник новый очаг. И вот просто фотографии из нашей статьи, как это выглядит. Вот это криус-срез, замороженный срез ткани легкого, зараженной мыши, и вот это коричневый, это окраска пероксидаза, антителами, меченами, вот это нейтрофильный очаг, это сплошные нейтрофилы, которые сидят прямо, вот это дышащая легочная ткань, видите, тут поры, так сказать, то есть альвеолы, где может газообмен происходить, все, и вот такая получается блямба, где никакого уже газообмена нет, а есть сплошное безобразие. И вот дополнительно, что с этим безобразием происходит, вот это нейтрофильные некротические очаги. По белым точечкам, вот здесь на малом увеличении это особенно хорошо, на большом увеличении видно, вы видите, что ядра уже не заполняют весь очаг, он уже полон пробелами, это и есть некроз, то есть часть нейтрофилов уже погибла, а вокруг окраска другая, теперь коричневым не клетки окрашены, а это проба на гипоксию, то есть на низкое содержание кислорода, той ткани, которая окружает умирающий нейтрофильный очаг туберкулезный. Теперь здесь внутри микобактерии, вокруг гипоксия, и эта ткань абсолютно не способна газовому обмену нормальным, там кислорода мало, а масштабы этого вот каковы, вот это вот резистентная мыша, и у них в общем количества, как вы видите, вполне немного, все это рассыпано, дышать можно, а вот это вот генетически чувствительная мыша, и здесь вот каждый синенький голубенький очажочек окружен вот этим вот поясом, это собственно тот же срез, только обзорный снимок, это большое увеличение, это обзорный снимок, и вот такую вещь мы показали, что она происходит только у генетически чувствительных инфекций мышей, и собственно тогда-то впервые, я надеюсь, что я дойду до этого, возник вопрос, а что такое генетическая чувствительность, если брать пару микобактерий, туберкулеза и чувствительная мышь, не является ли генетическая чувствительность просто неспособностью контролировать свои нитрофилы, чтобы они не лезли куда не надо и в слишком большом количестве, вот, кстати, могу, забежав вперед, сказать, что примерно так оно и оказалось, вот, ну, это, так сказать, просто другие примеры, ладно, бог с ними, каждую картинку рассматривать долго, получается так, первая автоматическая реакция, выбросить как можно больше нитрофилов, потому что пришел паразит, у него есть молекулы на клеточной поверхности и внутри клетки, такие, которые распознаются врожденным иммунитетом как чужое, раз чужое его надо прийти и его съесть, а мы его съели, а дело с ним не знаем что, а нас много, и мы начинаем дохнуть, и вокруг нас образуется гипоксия, и кончается газообмен, и что нам от того, что туда пришли потенциальные фагоциты, может быть, это как раз и есть очаг, где появляется некроз, потом некротическая гранулема, потом каверна, потом она инкапсулируется, это в лучшем случае, а если она остается открытой, то это прекрасный способ для паразита заразить нового хозяина, потому что если каверна открывается в бронх, то кашель вынесет микобактерии наружу, и новые хозяева как это и было в 50-е и убираются и как это будет, и было, и будет, то есть механизм, который иммунная система включает для того, чтобы защититься, в результате помогает горизонтальной передаче паразитов в популяции хозяина, он хочет жить мирно, как правило все паразиты хотят жить мирно, им совершенно не нужна быстрая смена хозяев, потому что это хлопотное занятие выйти из одного, перейти в другого. Конечно, когда это, скажем, что-нибудь вроде вируса гриппа, там другое дело, там контагиозность чрезвычайно высокая, хозяев много, все чихают, не проблема, а когда ты сидишь внутри хозяйских клеток, и твоя эволюционная стратегия была ровно в том, что это была новая, медленная, тихая существование внутри хозяина, тебе встает другая проблема, а как перейти к новому хозяину. И вот тут оказалось, что механизм, который включает хозяин, вполне помогают с этим справиться, в общем, если ты умеешь манипулировать хозяина. А сложные возбудители великолепно манипулируют иммунной системы хозяина, а сейчас не могу на этом останавливаться, но скажу только, что те, кто интересуется этой проблемой более глубоко, в апреле выйдет, я его уже прочел, официально он выйдет в апреле, огромный обзор по иммуногенетике инфекции, в частности, который в вольном переводе звучит так. Иммунология мыши и человека на алтаре генетики. Это замечательные два иммуногенетика, один из Америки, другой из Канады, ну, такие современные классики написали, и там рассматривается огромное количество примеров, причем, если я мыши на генетике, у меня все больше, так сказать, в мышь тянет, то там хороший баланс, там один мышатник, а другой человечник. И они написали совершенно замечательную штуку, показывая, как, возвращаясь уже к вашему вопросу, о том, как вот, неужели один ген, да, один ген, вот, мутация, и даже, и даже не стоп-кодон, и даже не нонсенс-мутация, а просто полиморфизм, который, скажем, меняет экспрессию в разы продукта при счет, ну, когда ген читается. Вот, даже... Про другое свежий пример, вот, обнаружили мутации, у акулы ночное видение обеспечивает одна мутация человеческого гена, то есть, если у человека, вот, сделать там мутацию, да, я эту работу не видел, свежайшую буквально, там, позавчера, ну, таких примеров много, да. И мы, в общем, заняты довольно много именно вот этой вот кропотливой генетикой, когда мы пытаемся идентифицировать именно отдельные гены, которые вот таким вещами занимаются и которые на уровне генетическом объясняются очень небольшими изменениями в одном гене, а на уровне патогенетическом, на уровне того, как течет болезнь, мы видим, что вот такие штуки приводят к совершенно поразительным и очень сильным последствиям тому, что происходит с тканью, когда, так сказать, нет контроля хорошего. Вот. Это тоже такой примерчик из свежей работы, вот недавней, когда очень умный человек, Питер Брэччер, вот, который, ну, вообще говоря, за свою жизнь публиковал очень немного, но в основном это было Science and Nature. Вот. Он мыслитель такой, ему уже 80, наверное, но вот, он работал в Скоттунском университете, в полных, в прериях, в полной глуши. Вот. Значит, он вспомнил работы ранние по иммунному ответу и решил продемонстрировать миру, что, как нам что моделировать. Если мы берем, вот мы изучаем иммунный ответ, и вкатили мы там животному или в случае, скажем, какую-нибудь оттенуирование на вакцину человеку, много вакцины или много антигена, много возбудителей или мало. И получается по всем, он приводит, конечно, многочисленные данные, это самая просто грубая схема, что если мы вкатили значит, низкую дозу антигена, все начинается очень медленно и приводит к тому, что нам часто надо к активации Т-клеток и слабой продукции антител. И поэтому более-менее не переходится в порог, когда одновременно с антителами против возбудителя выгрузится аутоантитело. Если мы вкатили среднюю дозу антигена, это тоже еще, пожалуй, ничего, потому что Т-клетки сначала активируются, потом все-таки пойдут антитела, но они остановятся на каком-то разумном уровне и будут контролироваться уже активированными Т-клетками. Это взаимодействие Т и Б-клеток, но тоже все это при инфекциях. А если мы сразу вломим очень много скажем возбудителя или скажем вакцина, то у нас антитела пойдут с такой скоростью, а ингибирующие механизмы Т-клеточного ответа пойдут, а ингибирующие Т-клеточные ответы будут столь сильны, что сам Т-клеточный ответ сам по себе затухнет, а антитела будет очень много. И это может приводить к очень разным последствиям. И поэтому мы можем, исследуя экспериментально вредные и полезные иммунные ответы, можем прибегнуть вот к этому им когда-то придуманному, очень старому примеру, чем мы можем манипулировать. Мы можем манипулировать в том числе просто меняя дозу. Вот берем одно и то же, совершенно одна модельная система, и делаем три разных дозы. Посмотрите за тем, что произойдет через неделю, две, три, четыре, пять. Посмотрите, как будет идти иммунный ответ, и вы увидите, что он будет идти в самые разные стороны. Так же испытывают вакцины, разные дозы, по-хорошему. Правильно, но просто когда испытывают вакцину, все время думают, что мы найдем, все время будет хорошо, а мы найдем самое лучшее. Самое лучшее. Но не все время будет хорошо, будет и плохо тоже от каких-то дозов. Надо подождать, надо выждать. Вообще, так сказать, прежде чем суваться в очень широкое экспериментирование, надо, так сказать, дождаться результата предыдущих оптов. На, правило-то. Ну да, почему скептически отнеслись не только у нас в стране, а вообще к такому быстрому выпуску вакцин. Да, потому что недостаточно набрано. Это было понятно, просто взвешивали риски по пользу. Кстати сказать, в данном случае теория оказалась достаточно хороша, потому что предсказывали, что вакцина будет терять эффективность. Мы говорим о ковидной вакцине, если вдруг кто не понял. что вакцина будет терять эффективность, потому что вирус будет мутировать дальше, и как правильно замечали те, у кого есть эволюционное мышление в голове, он домутируется до того, что он станет менее опасен, потому что нельзя. Это как принцип неопределенности Гейзенберга. Нельзя сразу оставаться высоко вирулентным и очень скользающим от иммунного ответа. И я хотел, в общем-то, уже мы довольно близко к кончанию, наверное, я бы хотел привести просто пример того, как отдельные мутации в отдельных генах, как они приводят, чем это кончается в смысле иммунного ответа. Вот у нас есть такое, в это не надо вникать, я объясню коротко, вот, мы давным-давно, это было больше 20 лет назад, картировали в геноме мыши несколько генов, это карты, как мы их картировали, неважно, но вот есть пики вот на 3-й хромосоме пик, вот этот пик на 17-й хромосоме, вот там подтверждения всякие, которые мы взяли мышей двух линий, чувствительная и резистентная к туберкулезе, скрестили, получили в одном случае F2, в другом случае бэккросс на рецессивную чувствительную, разумеется, линию, потом провели полногеномное картирование, это было довольно мучительное занятие в 2002 году, но, слава богу, канат-шведы и нам помогли, и мы, это общая наша работа были, вот, и мы картировали и занялись сначала вот этим, вот этой областью генома в 17-й хромосоме, потому что это главный комплекс гистосовместимости, то есть на него завязана вся токлеточная иммунология, если туда что-то попадает подозрительное по чувствительности к болезни, естественно, первым делом занимаемся. Мы вывели кучу линий, которые, мышей, которые отличаются только по разным кусочкам, вот в этом куске генома, мы, в общем, в общем, довели это до того, что мы получили рекомбинации внутри кодирующей части одного гена, причем одним мышей оказались чувствительными, а другие резистентны, в зависимости от того, что они унаследовали, и довели, в общем, это до ума, и вот опубликовали несколько лет назад работу, где показали, что классический ген класса 2, который регулирует селекцию функционирования и распознавания антигенов токлетками CD4, классика, значит, такая, что он находится в этой области, и потом мы довели это до ума, и показали, это была в ПНАС, публикация трехлетней давности, что он действительно влияет у мышей, которых мы использовали для всего этого, для всех этих упражнений, он влияет и на широту репертуара рецепторов токлеток, и на объем распознаваемых специфичностей антигенов, и на, в общем, на многие вещи, то есть на базовое функционирование Т-лимфоцитов, что для туберкулеза абсолютно замечательно, потому что именно Т-лимфоциты CD4 это главный наш защитный механизм. Вот. Но вот этот вот ген повел себя довольно подло. Мы начали выводить вот эти конгенные линии, то есть отбрасывать все остальные куски генома и получать линию, которая отличается только вот этим вот кусочком генома. И мы немедленно потеряли сцепление. Мы сделали 2-3 возвратных скрещивания, отбирая вот этот вот кусок и немедленно потеряли фенотип. Они перестали отличаться по туберкулезу. Ну, загадка и загадка оставили в стороне, а потом гораздо позже удалось показать, что просто в геноме мыши я догадался заглянуть, что здесь находится, а сотрудники мои провели скрининг уже по экспрессии генов. Это уже были другие времена, не те, когда мы картировали. И оказалось, что в этом кусочке хромосома находится комплекс генов С100. Это факторы воспаления, многие из которых связаны или продуцируются исключительно нейтрофил. И вот у двух мышей 9-3 это более чувствительная мышь, Black-6 это более резистентная мышь, оказалось, что экспрессия этого гена С100 отличается у чувствительных мышей в 7 раз больше, другого гена в 5 раз больше и так далее. То есть целая группа генов сидят буквально один за другим. Они не под одним промотором, но они сидят тесным блоком совершенно неразрывным. На третьей хромосоме ровно тут и сидят. И главные из них, А8, А9, А11, они связаны с функциями нейтрофилов. Это так называемые молекулы алармины, которые тоже являются таким молекулярным свидетелем того, что началось воспаление. И они выбрасываются клетками приобретенного иммунитета, то есть врожденного иммунитета, нейтрофилов. А здесь у нас ген, который регулирует клетки адаптивного иммунитета. тогда немножко ради любопытства, а немножечко благодаря интуиции мой бывший аспирант проверил до заражения и на разные дни после заражения как вот этот ген ведет себя у мышей более чувствительных и более резистентных. синенькие кружочки это более резистентно, а зелененькие более чувствительные. И оказалось, что и до заражения и после, по крайней мере, пока не развивается вот такое грубое уже воспаление, ну 8 недель это уже серьезно, это уже серьезно больное животное. У вот этих вот чувствительных мышей экспрессия гена достоверно выше, чем более резистентно. То есть уже базовый уровень. Да. Причем это для экспрессии генов была взята селезенка, причем и у интактных мышей, которых никто ничем не заражил, и потом после заражения. Но эти мыши отличаются-то только геном второго класса MHC, который регулирует Т-клетки. И это бэккросс вот на эту линию, у которой заведомо в третьей хромосоме никаких различий-то больше нет. Мы их 10 раз бэккроссили и получили вот это потомство, у которого отличие аллельные кодирующего белок гена в 17-й хромосоме, а экспрессия отличается гена третьей хромосомы. И получилось, что количественный ген 17-й хромосомы и ген структурный белковый кодирующий белок регулируют абсолютно одинаковый по своей последовательности ген 3-й хромосомы, который, вообще говоря, не зависит ни от какой инфекции. Он просто по-другому экспрессируется даже без инфекции, если в 17-й хромосоме один аллель и по-другому есть и другой аллель. А это доказательство того, что это связано с нейтрофилами, потому что вот мыши резистентные линии, а вот чувствительные. И, как вы понимаете, различие в 3-4 раза по массовой популяции нейтрофилов, это уже серьезно. Наконец, теперь я могу сказать, у меня даже эта картинка появилась после того, как мы записали, я записал эту презентацию, что мы посмотрели, как расщепляется аллель гена 17-й хромосомы и как у мышей с экспрессией С100 и как с приходом нейтрофилов. И оказалось, что есть полная корреляция между тем, какой аллель в 17-й хромосоме и сколько нейтрофилов будет в органе, которые делают фактор, который закодирован в 3-й хромосоме. Это к тому, как эти гены устраивают. Значит, если говорить в терминах такой настоящей генетики, значит, структурный ген 17-й хромосомы регулируют экспрессионный ген в 3-й хромосоме. Вот такую вот загадочку мы сейчас... Это действительно такое, не ложится в хронические схемы. Абсолютно нет, это совершенно нетривиальная вещь. И вот сейчас буду готовить публикацию по этому поводу. Значит, маленькие изменения в гене, но самое главное, что у нас есть гипотеза, как это все объясняется. Дело в том, что, если мы вернемся, мы видим, что это классические гены MHC, которые регулируют селекцию CD4. А есть работы, уже не наши, а из Штатов, которые показывают, что нейтрофилы регулируются клетками CD4, которые, продуцируя много или мало гамма-энтерферона, заставляют продуцировать другие клетки много или мало интерлекина-17, и когда интерлекина-17 много, это фактор, а интерлекина-17 это фактор миграции нейтрофилов. И тогда получается, что картинка вся абсолютно логичная, все укладывается. Значит, разница в токлетках, разница в продукциях гамма-энтерферона, разница в количестве нейтрофилов и разница в том, сколько фактора воспалительного алармина, делают эти нейтрофилы. И получается, что ген адаптивного иммунитета регулирует экспрессию гена в напрожденном иммунитете. До этого мы знали кучу примеров, когда наоборот. Наоборот, да. По-моему, это первый. Вот, на что мы очень рассчитываем, что это будет замечено. Вот эта схемка. Значит, у нас есть 17-я хромосома, один аллель, это более резидентный, другой более чувствительный. Вот, нормально Т-клеток, нормально гамма-интерфилов и низкая, вот, мало сидит, 4, мало Т-клеток, много нейтрофилов и высокая экспрессия вот этого фактора нейтрофилов. В общем, вот это мы попытаемся, я бы сказал, дорого продать, потому что это некоторый новый способ, который раньше, в общем-то, не очень-то знали. Да, в общем, иммунология, она становится все сложнее и сложнее. Она и так-то изначально была. Ну и я, в общем, говорю на этом спасибо за внимание, а выводы делать даже не буду, потому что выводы и посылки, на первом славе, они абсолютно, так сказать, совпадают. Так что, вот. редкий случай. На самом деле, в рубрике по скрипту я хотела задать один вопрос, но по мере вашего рассказа, продвижение вашего рассказа, у меня возник еще и второй, мне кажется, что где-то они пересекаются. Первый такой простой, примитивный инфекция и вакцина, так сказать, имитирующая эту инфекцию, они для иммунной системы один и тот же вызов? Или иммунная система все-таки понимает, что это природное, а это и как-то будет вести себя иначе? Ну, это, в общем, во-первых, это не всегда природное, в конце концов, мы... Ну, природное, я имею в виду, не преднамеренное, не медицинское. Да, это, кстати, вопрос, который вот глубоко обсуждается вот в этом обзоре, о котором я вам сказал. Да, в конце концов, естественная инфекция это одно, а введенная вакцина это все-таки немножко другое, и обычно различаются пути введения, правда, не всегда. Но, опять же, любимый пример туберкулез, БЦЖ мы вводим подкожно, внутри кожи, точнее, человеку, мышам подкожно, из-за толщины кожи, вот, а заражаемся туберкулезом все-таки вдыхая микобактерии. Пути разные, значит, вакцина может не так работать, но сейчас уже стали экспериментально проверять, а что будет, если вакцину дать тоже через аэрогенно, распылили, ингаляционно, да, пожалуйста, надеюсь, животных это можно делать. Ну, и тут, как всегда, одни говорят, что гораздо лучше все, другие говорят, совершенно то же самое, что подкожно, все равно, да, но это нормально, это свежие, так сказать, эксперименты, но потенциально, конечно, есть возможность, что организм различает, хотя бы по пути введения. Что касается доз, тут вот это нужно тщательно разрабатывать. Обычно заражение натуральное происходит очень низкими дозами возбудителя. Инфекцию мы часто, вакцину мы часто даем в высоких дозах. Я говорю только о атомированных живых вакцинах, потому что если мы вводим антигены или уж тем более нуклеиновые кислоты, то это совсем другая история. Мы очень мало знаем о том, сколько считается, только в... Да, я не МРН-ковые вакцины имею в виду. И даже и ДН-ковые вакцины. Там мы не знаем толком, сколько считается. Здесь можно варьировать дозу, но, как правило, доза вакцины сильно превосходит, конечно, дозу заражения. С другой стороны, если ДАШ мало, а она аттонуированная, ну, выведет ее хозяин без всякого вреда и пользы для себя слишком быстро. Но проблема это есть, и думать над ней безусловно надо. То есть это все-таки существует? Да, конечно, конечно, существует. А второй вопрос, ну, вот вы навели меня сами на это, насколько модели действенные, насколько они правомерные, потому что одно дело, когда ученые моделируют в лаборатории, тот же туберкулез, и человек заражается. То есть как можно экстраполировать адекватно, насколько адекватна экстраполяция? Заводных на человека? С осторожностью, но можно и нужно. У нас по гомологии с мышью, у нас только синтенных участков генома, синтенных – это значит, что блоки генов в одной последовательности и читаются блоком. У нас 220 синтенных с мышью участков генома, которые покрывают 98% его длины. Это много. Ну, 98% вообще неплохо, я считаю. Кроме того, как вот некоторые болезни очень близки по всему. В частности, такой парадокс, вот тот же самый туберкулез, он очень близок у человека и мыши, потому что его можно вызвать очень маленькой дозой и у того вида, и у другого. Он развивается почти исключительно, ну, как, первичной инфекцией в легких, потому что аэроп любит жить в легких. И иммунные ответы, которые мы, так сказать, знаем при этой болезни очень хорошо, они у мыши, а ведь человек практически одинаковы. Хотя при этом в природе мыши не болеют туберкулезом. Но это долгое время, так сказать, вызывало какую-то улыбочку, потому что туберкулез вроде действия, а мышь не болеют. Мыши, ночные животные, живущие в подстилке, маленькие, и у которых нет кашлевого рефлекса, они не заражают друг друга. Они не кашляют? Мыши не кашляют. Никогда бы не подумал. Мыши не кашляют. А морские свинки кашляют и заражают друг друга. И вот эти феры, как их, господи, на которых грипп-то вечно испытывают, хорьки, хорьки, они кашляют. Они, наверное, кашляют, да. Я про них не знаю, но мыши не кашляют. Почему на них часто? Поэтому они не заражаются туберкулезом, может быть, от того, что их природное отсутствие кашляющего, кашлевого рефлекса, у них, так сказать, делает это маловозможным. Хотя, с другой стороны, например, природно заражаются бурсуки, которые пасутся на, то есть, питаются ночью на пастбищах, где ходят коровы, которые выделяют микобактерии с мочой. Вот. То есть, здесь куча всяких, конечно, вариантов. Но, в принципе, модель хороша, но если, об этом у нас была даже с вами специальная один раз передача про эти модели, но надо все время помнить о биологическом разнообразии и человека, и лабораторных животных. Нет, потом лабораторное животное, вы про него все знаете. А про конкретного человека вы можете не знать, с кем он вчера общался. Несомненно. Нет контролируемости условий. Безусловно. Потом, среди моделей нужно же выбирать те, которые адекватны. Мы не можем это делать для человека. Человек генетически разнороден совершенно, но мышь, которая тоже генетически разнородна, разбита на инбредные линии, где она, так сказать, одна такая, другая такая, мы можем получать в большом количестве сравнений между собой. Но вот чего там своя закавыка. Инбредные линии гомозиготны. А у человека гомозиготность выше, чем, ну, генов, там, процентов 5-6, это, в общем, в общем, это не встречается. Не встречается. Да. Вот. Правда, в природных пуляциях мыши все не так, потому что они живут в демах, в отличие от человека, который по всему миру путешествует, и, в общем, обеспечивают промискуитет где угодно. Мыши живут в демах, где под одним самцом ходят несколько самок, и где другой самец не приветствуется. Поэтому там природная гетеросиготность гораздо ниже, чем у человека. Зато в инбредных линиях она отсутствует, гетеросиготность вообще отсутствует. Вопрос, вопрос. Конечно, поэтому применяем много моделей. Ну, дорого это все, и, конечно, держать мышей тяжело. А когда у нас опыт с приматами, там мы вообще ограничены несколькими животными. И то. И то. С очень большими оговорками. С очень большими оговорками. Когда уж просто идти... Да, либо это просто заканчивающаяся фаза изучения там вакцины или лекарства самое последнее, когда уже... Либо это когда выхода нет, но не моделируется болезнь ни на чем больше. Вот. Нет, проблем сколько угодно. И, в общем, довольно много умных людей об этом пишут, но без моделей на животных ничего не получается, потому что особенность с воспалением. Как только мы начинаем... Как только я вижу в заголовке статьи или заявки на грант модель воспаления инвитера, я теряю интерес к этой работе. Потому что инвитером вы можете моделировать какие угодно реакции, какие угодно молекулы включать, выключать. Это все замечательно. Но если вам нужно получить воспаление, извольте доказать, что это происходит инвиву, потому что там ну транскрипционных факторов одних штучек 500 примерно участвуют. Ну как это смоделировать? По-другому. Понятно. Спасибо большое. Мы всегда рады. Успехов вам. Ждем вас снова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.